Здравствуйте, уважаемые садоводы и любители растений. На носу весна, становится теплее, и мы все чаще и чаще выходим в сад. Сегодня поговорим о том, какие же работы ждут нас в марте, в начале весны в саду. Что надо сделать в первую очередь, на что обратить внимание и как в целом действовать. Понятно, что в феврале и первой половине марта идет активный сезон подготовки рассады. Здесь мы высеваем различные овощи, зелень, возможно. И это один из первых этапов, когда мы начинаем работать с будущим огородом и садом. Но кроме этого, помните, что конец февраля и март – это идеальное время для обрезки плодовых садов. Прежде всего, сначала семечковые породы, это яблоня, груша. Это те растения, которые нуждаются все-таки в формировании, в аккуратной формовке. И как раз-таки сейчас время для того, чтобы эту обрезку провести. Чуть позже, то есть во второй половине марта, когда уже точно минет возможность сильных морозов, заморозков таких активных, хорошо обрезать и косточковые культуры. Вишню, черешню. А затем, соответственно, если у вас растут какие-то и экзотические растения, и живете вы южнее, те же абрикосы, персики и нектарины. Этап обрезки сада плодового, он важен для того, чтобы в будущем, в течение года, ваш сад пропорционально хорошо развивался и давал хороший урожай. Но не забывайте про то, что кроме плодовых деревьев и кустарников у вас в саду наверняка есть декоративные породы. И здесь примерно то же самое. Стоит взять в руки секатор, ножовку и пройтись не только по яблоням и грушам, а, соответственно, и по декоративным культурам. Большинство кустарников, особенно летнецветущих или декоративно-лиственных, нуждаются сейчас в формировании. Соответственно, можно удалить старые ветви, можно подрезать крону, задать ей какой-то общий объем, габитус, и в течение сезона они у вас будут отлично выглядеть. Не стоит только сейчас обрезать ранневесеннецветущие кустарники, такие как белоцветковые чаще всего спиреи, форзицию, хиномелис и те другие растения, которые распускаются в первые весенние месяцы и до начала лета. Кроме обрезки и сада, помните про то, что вместе с растениями после марта потепления будут развиваться и различные патогены. Насекомые вредители, возбудители инфекционных заболеваний различной природы и так далее. Соответственно, сейчас, когда вы проводите обрезку, помните про то, что можно параллельно совместить это с профилактической обработкой. К примеру, обрезаете вы плодовый декоративный сад, вспомните про стандартное классическое голубое опрыскивание, когда мы используем препараты меди, и на канале Процветок про это есть целый ряд видео, и обработаете после обрезки и сад. Этим самым вы, во-первых, дезинфицируете все раны и уберете общий такой инфекционный фон. Эта обработка, она на самом деле позволяет садовнику легче дышать в процессе самого сезона. Если у вас было засилье вредителей, особенно в зимующих стадиях, используйте сейчас ранней весной искореняющее опрыскивание или искореняющую обработку. Можно работать и с концентрированными азотными растворами, можно использовать фитопротектин, для того, чтобы убрать большое количество зимующих стадий различных вредителей. Но помните про то, что все-таки сейчас весной многие породы начинают распускаться рано. То есть, допустим, из плодовых черная смородина, из декоративных различные виды бузины, рябинник. У них листва, почки раскрываются, листва начинают распускаться буквально под первыми лучами солнца. Еще, кажется, снег лежит, а уже, соответственно, идет сокодвижение и развитие. Поэтому по таким породам нельзя работать концентрированными растворами таких препаратов. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Лучше эти обработки перенести тогда уже на осень. Кроме обрезки и обработки сада, есть еще целый ряд мероприятий, которые можно или даже нужно делать в своих садах. Как раз-таки сейчас можно будет уже проводить первые, можно сказать, подкормки растений. Ранняя весна – это хорошее время для того, чтобы использовать натуральную органику, навоз, компост и размещать, соответственно, и подкармливать на будущее культуры и породы с использованием этого материала. Развезите навоз, компост по участку. Можно внести поверхностно под растения в разное время марта, и в зависимости от условий снег уже может и не лежать, и уже может активно греть солнце. Соответственно, мы можем вносить это и как мульчирующий материал. Если есть возможности, под породами вы видите, под культурами, что нет такой активной поверхностной корневой системы, можно, соответственно, навоз и компост немного заделывать в почву, перемешивая верхний слой. Таким образом, процесс впитывания питательных веществ будет более активным. Либо же просто поверхностно, соответственно, распределять его, в зависимости от того, под что вносим, слоем от нескольких сантиметров до 5-10 сантиметров по высоте. Потом вместе с осадками, либо с поливом, питательные вещества будут проникать в почву и, соответственно, в область корневой системы, где растение сразу же весной начнет ими питаться. А как вы помните, первая вот эта вот подкормка важна, чтобы была азотная. Азот нужен для того, чтобы растения развивались, накапливали свою вегетативную массу, зелень. А уже потом они перейдут в цветение и плодоношение. Помните также про то, если у вас есть теплицы и парники и для овощей, и, может быть, для размножения растений, что на этом этапе можно, как начинать первые посевы под пленкой, под стеклом, потому что там уже активно прогревается и воздух, и субстрат, и можно работать с холодостойкими растениями. А можно, если сомневаетесь или, допустим, еще холодновато, поработать с сидератами. В это время, как раз-таки, если посеять яровые сидераты, бобовые культуры, в том числе, можно добиться хороших сходов. И до того момента, пока вы будете высаживать томаты, огурцы и другие овощи и зелень, вы сможете эти сидераты еще переработать и закопать в грунт, обогатив таким образом и разрыхлив почву. Обратите внимание, что некоторые сидераты, как, допустим, та же горчица, способны, соответственно, тоже бороться с вредными организмами. То есть, когда вы в теплицу засеваете, к примеру, горчицей, вы одновременно защищаете на будущий сезон от этих патогенов. Поэтому подумайте, что вы сделаете именно в защищенном грунте. Как только становится чуть теплее, в сады прилетают птицы. Это хороший вариант для того, чтобы привлечь этих пернатых помощников в свой сад. Но обратите внимание, если на каком-то этапе у всех во дворах висели скворечники, а потом, когда мы высаживали у себя клубнику, потом посадили, допустим, черешню, мы начинаем сетовать о том, что же делать, ведь скворцы едят как раз таки и те ягоды, которые образуются. Подумайте о том, чтобы привлечь тех птиц, которые будут помогать вам. Самый яркий пример – это синицы. Это те природные санитары, которые постоянно летают, ползают в саду и ловят тех вредных букашек-таракашек. Синичник отличается по размеру от скворечника. Его можно найти информацию в интернете, там меньше летное отверстие, сам по себе он более компактный. И вот эти как раз таки наши пернатые друзья будут нам активно помогать на протяжении сезона. Помните про то, что домики для них надо повесить заранее. То есть сейчас вот это последний вагон уходящего поезда, потому что они, как только станет чуть теплее, будут искать для себя место жизни, место гнездовий. Таким образом, в марте следует уже начинать работу в саду по всем фронтам, я бы сказал, для того, чтобы в будущем в саду был порядок и мы могли получать от этого удовольствие. Надеюсь, у вас все получится, а мы с вами встретимся в следующих выпусках по календарю ухода на протяжении года. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok